Можно сидеть в Барнауле, но делать здесь что-то такое интересное, чтобы сюда ехали... То есть Россия прирастает в Сибирь. Сделай свою судьбу, тогда тебе будет о чем писать. Получается, что писатель, он, в общем-то, придумывает, ну, в таком, в широком смысле слова, произведение. Хороший попаданец историю не меняет. Но ведь может же и быть все-таки злой умысел. Классический пример – слово о полку Игореве. Академик Лейкачев всякую хрень писал. Но ведь это же жанр, который рассказывает не о фактической истории, а фантазирует. Сейчас вышел отвратительный сериал про адмирала Кузнецова. Там столько лажей. Не будем даже называть это издательство, чтобы не делать ему рекламу очередную. Политику определяет хозяин и его приближенный. Хозяин в 90-е вылез из бандитского мира. Как это у Достоевского вседозволенность? У него выражено, если Бога нет, то можно все, да? Я писал порно-рассказы, например, и так далее. Это же тоже сделка с совестью. Вообще реально ли это, чтобы большинство граждан нашей страны, взрослых, по крайней мере, вдруг взяли бы и начали читать? Приходит эпоха актера, уходит эпоха творца. Александр, ну приветствую на нашей земле сибирской. Да, Иван, тоже приветствую тебя. И так как у нас все-таки разговор москвича, условно говоря, с человеком, который живет в регионе нашей России, ну, мне кажется, вот такая постановка вопроса, что сегодня провинция, она не в географии, а скорее в головах. Насколько она верна сегодня с точки зрения работы в столичном издании? Ну, сейчас она особенно верна с появлением интернета. Коммуникации, да? Ну, конечно. Не надо там по две-три недели ждать письма, не надо пересылать книги и рукописи на премии по почте. Да, это все делается единомоментно. Вот. Если говорить вот о, допустим, молодых писателях, для них вообще не существует уже этих границ. Хотя вот фестиваль молодых поэтов Муцири, который мы здесь с собой в Барнауле собираем сейчас сделать, отборочный тур, да, он как раз для этого и затевался в свое время, да, 20 лет назад, для того, чтобы дать молодым ребятам возможность вырваться за пределы своего мерка. Но эта провинциальность, она может существовать не на расстоянии Москва-Барнаул, а на расстоянии там Ясенева-Тушина в Москве. То есть это вот именно действительно в голове только существующий какой-то там образ. Молодые поэты, очень многие зацикливаются в своих каких-то компашках, в своих литобъединениях маленьких, литов, в своих студиях и так далее. То есть вопрос вообще в атомизации такой своеобразный, да? Да. И поэтому хороших, вот, хороших, замечательных поэтов в каждом поколении, я поколение поэтическое считаю, 5 лет. Угу. Вот, люди с разницей в рождении 5 лет, да? Вот в одном поколении их наберется на всю Россию десятка-два. Но мы их все, кто занят литературным процессом, мы им все-всех знаем. Они одни и те же ребята, ездят по всем фестивалям России и везде занимают какие-то призовые места и так далее. И постоянно живут, развиваются и общаются друг с другом. Ну, а вообще реально сегодня, вот, я не знаю, честно говоря, даже правильно ли поставить так вопрос, да, реально ли сегодня автору, который живет, ну, вот, условно, в Сибири, да, не выезжая ни на какие фестивали, мероприятия, исключительно вот, живя в Сибири, стать, ну, каким... Нет, нет, а это никогда было нереально и сейчас нереально. Вообще, писатель – существо очень социальное. И известным становится писатель не благодаря книжкам, купленным и прочитанным. Его книжки покупают и читают, потому что он что-то где-то делает. Что именно? Ну, понимаете, ну, там, возьмем судьбу Достоевского, да, про него ходили слухи, вот он отсидел на каторге там и так далее. Но он постоянно где-то выступал, он постоянно... То есть общественная такая, да, деятельность? Социальная жизнь, общественная, социальная, неважно. Если это писатель, который здесь, в регионе, ну, организует фестивали, мастер-классы там и так далее, про него будут знать, если он просто будет приглашать там из других регионов к себе. Можно сидеть в Барнауле, но делать здесь что-то такое интересное, чтобы сюда ехали там из Новосибирска, из Владивостока, с Урала, из Москвы. Ну, то есть социально значимая не в масштабе регионов, а вообще в принципе, в культуре. Когда твоя голова работает на, грубо говоря, весь русский мир, все-таки русскоговорящих, русскопишущих, русскочитающих, больше 250 миллионов. Не 140, как у нас в пределах Российской Федерации, да? А по планете. А еще, да, столько же примерно живет по всей планете. Об этом тоже не надо забывать, особенно наши бывшие республики союзные. Вот, поэтому вот когда человек живет, поэт, это писатель, человек мира, да, вот, русского мира пусть, но он огромен. И когда вот человек думает так, то если у него нет вот этих вот границ собственной провинции, то есть, да, если он себе не построил этот монастырь в башке своей, то все будет нормально. Ну, то есть, все равно, можно же ведь, наверное, это и правильно будет в хорошем, в положительном смысле сказать, что столица, Москва, да, все-таки это столица наша, не просто как точка географическая, да, а как некое такое представление о центре. Правильно ли вот можно сказать, что столица иногда задает тон каким-то тенденциям? Тенденциям? Совершенно нет. Москва сейчас вообще никакой. Москва только фиксирует. То есть, в Москву те, кто создают тон в русской литературе, они в Москву приезжают, они в Москве что-то делают, но они в Москве, как правило, не остаются, и в Питере не остаются. То есть, Россия прирастает в Сибири, здесь как никогда актуально, да? Да, да. То есть, вот если мы возьмем, там вот мы недавно были, ну, только что перед вами, да, в Кемеровской области, Димка Филипенко, молодой парень, шахтер, как поэт, вот он только-только дозревает. Я его помню 10 лет назад на фестивале молодых, ну, вот я мастер-классы вел, он был еще такой сырой, такой парнишка, пишущий действительно шахтерские стихи. Сейчас же, оставаясь шахтером, он вылезает каждый раз из шахты, и там у себя... Это, наверное, важно очень, да, когда вот человек, за ним не связан с реальной жизнью, с какой-то судьбой, да? Да, конечно, конечно. То есть, это не исключительно там какая-нибудь университетская фантазия, да? А это непосредственно материал жизни. Твардовский говорил своим ученикам там в Литвин институте, а мне там, мой мастер, который учился у Твардовского, он мне говорил в Литвин институте, Владимир Иванович Ферсов, сделай свою судьбу, тогда тебе будет о чем писать. А если ты сидишь дома на диване, и, ну, тогда там... Это будет всегда фантазирование, и никак не в чём не следует. Сосудие из пальца, да, когда человек не владеет темы, ему не о чем писать. Ну, тем не менее, вот, Литературная газета и Русское литературное общество много же проектов делаете различных. Вообще, мне кажется, ценно то, что вы делаете эти проекты не за счёт средств каких-то частных пожертвований, да, которые часто бывают, ну, ангажированные в каком-то смысле, да, а именно с помощью таких, ну, условно, государственных денег. Ну, грубо говоря, ещё до Литгазеты, когда мы с Максимом Замшевым начинали тот же фестиваль молодых поэтов Мцири, 20 лет назад, Максим ещё не работал в Литгазете. Тогда ещё Поляков был главным редактором, да, Мэри? Да, да. Даже тогда вот у нас вставал вопрос, вот надо сделать фестиваль, да, где взять денег. Вот. И были среди наших друзей, кто фестиваль с нами помогал нам делать, а давай вот в такую партию обратимся. Вот категорически нет, категорически нет, особенно фестиваль молодых, неважно, поэтов, писателей, там, художников, ну, нельзя молодых насильно политизировать. Вот. То есть мы всегда там перебивались, как там в Москве, у нас там профессионализм работников культуры нам финал помогал финансово делать, а в регионах, мы в каждом регионе просили деньги у губернаторов, тем более там деньги-то небольшие, в основном это, как бы, списывание местного бюджета, аренда зала, аренда там света, звука и так далее, сцену построить. Да, в рамках работы региональных министерств культуры. Конечно, это есть такой бюджет у каждого региона. И там какие-то копейки, чтобы привезти несколько из других городов, москвичей, мастеров там из соседних городов, ну, и так далее. Это не очень... Хороший фестиваль всегда не очень дорог. Когда есть хорошая идея, люди готовы приехать за свой счет, не надо там оплачивать им дорогу, гостиницу и гонорары платить. На хороший фестиваль люди едут и сами, за свой счет и с удовольствием. Прошли те страшные времена там конца 90-х, начала нулевых, когда люди, занимающиеся литературным трудом, пребывали в нищете. Если они параллельно не работают в каком-то там бизнесе или госучреждении, то вполне спокойно человек на удаленке может зарабатывать там копирайтингом, журналистикой и так далее. Кстати, вот этот вопрос с журналистикой. В последнее время, вот если так обратить внимание, многие писатели, ну, по крайней мере, те имена, которые на слуху, они, в общем-то, выступают часто в качестве как раз таком, ну, литературно-журналистском, если угодно, или публицистическом даже, да, в таком жанре работают, это и есть часть вот этой какой-то социальной жизни? Есть такое правило, далеко не всякий журналист может стать писателем, даже это редкость, если человек начал журналистить. А хороший писатель всегда может стать журналистом. Кажется, что перекос какой-то есть, что журналист часто постепенно полагает, что он и писателем, может быть, запросто. Это беда. Единственный журналист, который стал писателем, отдал от. Да, хороший пример. Все остальное – это жалкие потуги. Человек, который учился на журналистику, он учится штампом изначально. Поэтому он и писать будет штампами. То есть деформация все. Да, ну это чисто профессионально, мозговая. Я веду иногда для молодых и для школьников мастер-классы по профориентации. Грубо говоря, как определить, ребенок станет писателем или журналистом? Пошел в школу, дали по соплям. Тот мальчик, который побежит жаловаться учительнице или маме, чтобы вызвали родителей в школу и так далее, это будущий журналист. Рассказать всем быстрее. Вот, а тот мальчик, который, значит, намотает сопли на кулак, придет домой и будет сидеть и думать, а вот я неправильно, я бы ему вот так дал, вот так, то есть фантазировать, переигрывать этот сюжет в своей голове. Осмыслять. И так далее, да. Вот это будет писатель. Это разная, изначально, с детства заложенная, разная работа мыслительного аппарата. Я не знаю, как там полушария устроены, но это совершенно разная психология и психика. Вот, поэтому писатель, когда он, ну, он писатель, он умеет. И если ему закажут журналистский материал, он напишет гениально. Он всегда найдет новую подачу оригинальную, новый ход и так далее. Потому что овладеть журналистскими штампами их не так много. Тем более сейчас нет огромного количества жанров, нет эссе нормальных журналистских, нет фильетонов, нет очерков. Ну, сейчас, наверное, все равно вот эта динамика коммуникации очень большая, высокая, да. И это предполагает огромную текучку материалов. И, конечно, наверное, все равно побочный эффект, что они перестают быть глубоко аналитическими, если угодно. Потому что это, видимо, и не требуется для журналистики. К сожалению, да. Хотя вот и литературная газета, ну, вообще, есть несколько изданий там. И литературная газета, и, может быть, «Экслибрис независимый», и, наверное, «Литературная учеба», где сохраняется вот эта школа какого-то анализа, да, именно журналистики, а не новостного СМИ. Ну, здесь тогда возникает такой другой момент, мне кажется, по крайней мере. Вот журналист вот в том контексте, который мы сейчас вот описали, это человек, который пишет о реально происходящих, ну, условно, да, событиях. Он о них как бы рассказывает, да? Немножечко интерпретирует их. Немножечко не так. На самом деле, хороший журналист, настоящий журналист, вот из тех, которых записывают там «Золотой фонд журналистики», это человек, который использует события как информационный повод для того, чтобы донести свою мысль. Вот, кстати говоря, как публицист делает Сахар Прилепин. Он использует каждое событие там как информационный повод для того, чтобы рассказать о чем-то, что он думает. Вот, вот это классический журналист. Ну, то есть писатель, вот, если опять же ту же самую аналогию, которую на кулак намотал, пришел домой, как-то это все осмысляет, фантазирует, как ты сказал, да, получается, что писатель, он, в общем-то, придумывает, ну, в таком, в широком смысле слова, произведение, да. Ну, перейдем от этого все-таки к проектам Литгазеты «Настоящее прошлое», где слоган основной – это направленность против фальсификации «Настоящее прошлое» – это программа противодействия искажению истории, а дежурный слоган у нас на этот сезон – «Пишем историю вместе». Да. Вот. И вот как художественная литература, вот понятно, да, что там та же премия Дельвига, там есть номинация «Наука и просвещение», и понятно, да, что в этой номинации речь идет о фактическом материале, об исторических каких-то исследованиях, это абсолютно понятно. Но вот художественная литература, как она, которая по определению, да, создает некий мир, художественный образ, как она связана с противодействием вот этим, ну, условно говоря, негативным фантазиям об истории, да, искажающим эти факты? Тут же все просто. Искажать историю можно только человеку, который истории свои не знает. – Ага. – Да. – Но ведь может же и быть все-таки злой умысел? – Нет, ну, понимаете, как… – Или заблуждение, может быть, в основе? – Может, может. Классический пример – слово о полку Игореве, да, академик Лейкачев всякую хрень писал. А академик Рыбаков, его ровесник, чуть постарше даже, да, академик Рыбаков, он четко, значит, доказывал, что слово о полку Игореве написал однозначно участник похода «Может быть». Там Чевелихин утверждал, что сам князь Игорь. Рыбаков, как настоящий историк, академик, он говорил «Может быть». Вот, но явно участник похода, потому что в тексте присутствует вот то-то, 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 вот лошади проходят столько-то, там, километров и так далее. Потому что я сам присутствовал на одном из выступлений Рыбакова, еще застал мальчишкой, там, мне было 14-15 лет, я в школе юного историка занимался в МГУ. И он говорил, что да этот питерский домосед, что он может знать? Я, говорит, всю войну в кавалерии прослужил. То есть художественное произведение, да, такой памятник наш русский? Написанное, написанное участником событий. Я просто к чему? Мы все равно историю изучаем по художественным произведениям. В каком смысле? Ну, мое поколение, это пикуль. Да, нынешние молодые, это сейчас очень модный жанр попаданцев, да, которому и Роман Злотников, и Александр Мазин. Но ведь это же жанр, который рассказывает не о фактической истории, а фантазирует об истории. Хороший попаданец историю не меняет. Он там живет, как у Александра Мазина, вот его серия «Варяг», «Викинг», да. Он попадает, и он просто как очевидец, он путешествует вместе с князем Рюжиком. То есть это художественное осмысление фактического исторического материала. Или, в крайнем случае, в попаданческом произведении описывается, как оно было в реальной, и как оно, ну, и так далее. Все равно люди историю изучают, ну, по книжкам и по кино. Сейчас вышел отвратительный сериал про адмирала Кузнецова. В «Завтра.ру» мы будем делать отдельный круглый стол с военными моряками в «Литгазете». А в «Завтра.ру» уже вышла статья военного моряка, писателя-мариниста, капитана первого ранга Шигина Борисовича. Смысл в том, что даже по первой серии, там столько лажей. Есть ли сериал о судьбе самого молодого в мире, командующего флотом всей страны, да, нарком Вейнмор? Человек, который спас флот 22 июня, лучше всех подготовлен к нападению фашистов, оказался в военно-морской флот. Не потеряли ни одного корабля и так далее. Ну, то есть, получается, вот я... Я просто коротко, да, 7 сценаристов, ни одного профессионального историка, ни одного военного моряка, вообще к морю люди отношения не имеют, ни одного консультанта в сериале. Они налажали даже в первой серии. Ну, давайте вот в литературу тогда перенесем, да, вот эти все тенденции, условно говоря. У нас существует, ну, на сегодня, по крайней мере, некая монополия таких коммерческих издательств, которые, как ни удивительно для многих, но на самом деле для тех... Это монополия одного издательского дома, да, 80% книжного рынка. Будем даже называть это издательство, чтобы не делать ему рекламу очередную, но намного вот, мне кажется, более примечательный тот факт, что при начале СВО основной портфель авторов этого издательства вдруг оказались инагентами и откровенными, ну, такими русофобами. Как такое вообще могло произойти? Ну, очень просто. Политику определяет хозяин и его приближенный. И по ним же ведь и фильмы снимались. Ну, хозяин в 90-е вылез из бандитского мира, да. Книжный мир начала 90-х был криминализирован жутко. Я сам торговал книжками там в 91-м году. Я более-менее с этим сталкивался и первый раз там с бандитами пообщался как раз из-за проблем там рассчитались, не рассчитались за книжки и так далее. Я знаю, что это очень был криминальный бизнес, который в начале 90-х доходов давал больше, чем оружие и наркотики. А сейчас? Сейчас, ну, когда ты монополист в стране, когда остальные 20% частных издательств пытаются печатать книги на твоей же полиграф-базе. То есть подавлены тобой полностью, да? Конечно, конечно. Получается тогда, что вот эта направленность на получение прибыли, она, разумеется, исключает какие-то культурологические вопросы или вопросы художественного качества произведения. Она духовную какую-то эстетическую ответственность вообще исключает, потому что это препятствует получению легкой прибыли. Это чистый бизнес. Чистый бизнес. И тем не менее, они у нас до сих пор монополисты. Ну, а что делать? Ну, наверное, чтобы так вот... По закону, они же все делают законно. Да, юридически к ним нет претензий никаких. Если бы была государственная программа по созданию государственных просветительских типографий в каждом регионе, да, которые бы печатали в каждом регионе, чтобы не из Москвы учебники везли на Дальний Восток, а чтобы в каждом регионе была своя типография, которая будет делать только одно. Поэтому печатать учебники и какой-то минимальный набор поддерживаемых государством СМИ. От лет газеты до Барнаула идет полторы недели бумажное издание. Поэтому мы вынуждены сделать подписку в интернете, чтобы человек просто по подписке получал PDF-версию и читал либо с экрана, либо иди и сам распечатывай. И в это же время, ну вот я, по крайней мере, да, сам знаю, потому что тоже погружен, по крайней мере, в регионе точно, да, после вот всех событий, после признания вот тех самых портфеля монополиста, издателя, авторов инагентами, вдруг выяснилось, что библиотеки просто забиты их книгами. Причем забиты это не так, что мы приехали на фестиваль и книжки подарили, а куплены за полную купку. А тут проблема другая, значит, у нас по закону государство не имеет права диктовать библиотекам, что закупать. В каждой центральной библиотеке, в библиотечной системе сидит некая тетенька, которая решает, какие книжки покупать. Я буду даже считать, что эти тетеньки ни у кого не берут откатов, хотя я знаю, как туда заходить, чтобы в библиотеке хотя бы там одного из округов Москвы купили книжки, которые мне надо. Я знаю, как туда зайти. Ну вот у нас такого могут засвидетельствовать не существовать. Сколько надо коробок конфет и так далее. Де-факто у вас все равно есть ЦБС, центральная библиотечная система. Конечно, это везде есть. В этой ЦБС есть ответственный человек. У этого человека есть определенные литературные вкусы, воспитанные, как правило, модой и девяностыми. И никуда мы от этого не денемся, а Кунин будет звезда. Понятно. Вот, потому что у этой тетеньки мозг так устроен. Нету никакого при центральной библиотечной системе общественного совета, куда бы входили местные писатели. Вот если бы был общественный совет из представителей Союза писателей, и они бы говорили, что вы должны закупить, допустим, столько-то процентов книг местных писателей. Ну, кстати говоря, вот Саш... Ну, это надо ввести в систему, эти общественные советы. Какой чиновник... Алтайский край, в этом смысле, я все-таки хочу заступиться за нас и сказать, что у нас в этом смысле есть программа официальной закупки наших книг, членов Союза писателей. Это официальная программа. Вот это прекрасно. Более того, у нас ряд издательских проектов, которые Минкультура поддерживает, и даже есть в Министерстве культуры библиотека Союза писателей, где каждый год двух авторов стабильно выпускают книги. Более того, у нас есть новая серия, это «Молодые голоса Алтая», где три книжки каждый год также выпускаются за государственные счеты, закупаются библиотеками. Так это прекрасно, я вам придется просто завидую в этом плане. Мы в этом смысле литература центриста региона. Я как бы много по стране катаюсь. Да, и, кстати, вот много ездишь по стране, да, вот после моего описания. А вообще по стране много ли где-то встречал такие вот примеры? Вы знаете, чем дальше на восток, тем больше. То есть, чем дальше от Москвы, тем Россия более русская. Более, да, более какие-то свои правила, например. Вот мы сейчас ехали из Новосибирска в Барнаул, да, на поезде пять с половиной часов. Меня удивило, в купе, ну, как по правилам железной дороги, даже в плацкарте, человек не должен сдавать белье. И на европейской территории России никто никогда этого даже не подумает делать. У вас в купейном вагоне в наглую проходит проводник и говорит, не забудьте сдать белье. Не, я, конечно, как москвич, размутился сначала, а потом мы выходим, и я вижу, что весь вагон сдал белье. Я думаю, может, это не он такой борзый, что-то нарушает, облегчая себе работу. А может быть, это я такой гад, а люди-то сибиряки. Да, может, ты такой индивидуалист, который только о себе, о своем комфорте думает. А сибиряки-то люди порядочные, а что мне помочь проводнику? Вот честно, мне даже совестно стало. Вот, кстати, да, вот этот элемент порядочности, и опять же, вспоминаю опять этих всех инагентов несчастных, да, ведь отсутствие порядочности, скорее всего, это одна из характерных черт такого поведения. Оно возведено просто в пульт, да, в пульт, да. Как это у Достоевского, вседозволенность, у него выражено, если Бога нет, то можно все, да. То есть, получается, что так. Ну да, да. Но в России это реализовали на практике сейчас так. Это нормально, но, понимаете, как я же все-таки в литературу пришел в 90-е, да, там, в 91-м году после армии. В тяжелые времена. Вот. И, собственно говоря, были периоды, когда приходилось зарабатывать, там, я писал порно-рассказы, например, и так далее. Это же тоже сделка с совестью. Не, я их писал высоко художественно, и главный редактор этой газеты на меня ругался. Ты слишком литературно пишешь, и почему без мата? Вот. Но деньги были нужны, а когда ты за ночь можешь написать пять страниц текста по 10 долларов страничка, ну, 50 долларов за ночь – это, в общем, хорошие деньги. Сегодня, то есть, вопрос о финансировании, он остается важным, да? Все-таки есть такая расхожая фраза, ну, на мой взгляд, она абсолютно ложная, да, что художник должен быть голодным. Я просто не понимаю, зачем ему быть голодным, да? С какой стати? Если мы возьмем даже… Голодное брюхо к философии глухо. Да, если мы возьмем даже, ну, пример такого евангельского, что ли, типа, где в посланиях сказано, что трудящийся, да, нуждается в вознаграждении за свой труд, мы даже в этом смысле все-таки видим отсутствие оснований для подобных расхожих утверждений о голоде художника. Ну, во-первых, это страшно, когда литератор ради того, чтобы просто поесть… У меня тоже были такие периоды в жизни, устраиваешься журналистом, и вот две презентации каких-нибудь посетил за день, да? Два фуршета, два раза покушал в день. Это тяжело чисто физически. Ну, в девятнадцатом, до революции, это называлось пирожковый гонорар. Если твои книжки продаются миллионными тиражами, ты будешь хорошо зарабатывать. Или если бы твои книжки сняли пару хороших фильмов, ты будешь достаточно обеспеченным человеком. Пока ты этого не достиг, конечно, приходится зарабатывать литературным трудом другим. Я, например, давно уже не позиционировал себя как писатель, я все-таки чернорабочая литература, да? Я литературный менеджер такой. Литературный работник. Но были периоды, когда я работал и негром литературным, и писал под чужими фамилиями, или там за генералов писал их мемуары и так далее. Ну, хорошо, трудная судьба писателя, да, это такой мем уже даже стал сегодня. А вот хотелось бы все-таки как-то представить человека сегодняшнего, да, современного, который будет читать художественную литературу. Вот вообще реально ли это, чтобы большинство граждан нашей страны, взрослых, по крайней мере, вдруг взяли бы и начали читать? Ну, мы же были самой читающей страной в мире. И я считаю, пока еще остаемся. Просто вот мы же были самой читающей страной в мире при совершенно другой системе экономических отношений. А сегодня вот у меня, например, сосед, слесарь, да, я примерно, ну вот мы с ним знакомы более-менее хорошо, я знаю его распорядок дня. Более того, ну, примерно вижу, как он проводит выходные или даже отпуск. И понимаю, что вот в его распорядке просто тяжело найти время для того, чтобы сесть и прочитать что-то. Ну, понимаешь, в наше время, да, вот с появлением интернета, там 300 телеканалов у каждого дома, можно говорить не о читателе, а о потребителе литературного продукта. И твой сосед слесарь, так или иначе. Во-первых, если ему попадутся хорошие стихи, когда коротко и интересно. Такие как афоризмы, да? Нет, почему 20 строчек. Есенин говорил, идеальная форма стихотворения 20 строчек. Всю жизнь писал 24, кстати говоря. Вот, все его лучшие стихотворения 24 строки. Хотя он теорию выдвигал, что надо 20. Он ориентировался как раз на пролетариат, на крестьянство. 20 строчек достаточно. Вот, это потребитель литературный. Он все равно слушает какие-то песни, да? Если бы эти тексты песен были написаны не самими попсушниками, а профессиональными литераторами, почему у группы Лисоповал тексты намного качественнее, чем у Стаса Михайлова? Ну, там Танич. Потому что там был Танич, да, профессиональный литератор, профессиональный поэт. А когда девочка, раскрывающая рот и для объема легких, значит, вентилирующая свой мозг ежедневно, пытается сама себе написать текст песни, но это же понятно, что получится. Там словарный запас вот этими дыхательными упражнениями выдала уже давным-давно. Вот, то есть это потребитель литературного продукта. Он все равно смотрит кино. Кино пишется по какому-то сценарию. Мой, скажем так, литературный папа, был такой поэт Владимир Топоров. Его очень знают хорошо в нефтяных городах. Он там, там про них писал, про нефтяников очень много, гимны нефтяных городов, многих там Коголыма, Пытьяха им написано. Так вот, Владимир Топоров еще где-то году в 96-м написал «Приходит эпоха актера, уходит эпоха творца». То есть он тогда уже вот это предрекал. Почему у нас главным авторитетным мнением, ну не считая там передачи Соловьева, главным авторитетом является актер? Кто такой актер? Я не беру гениальных актеров типа Казакова, который писал там и так далее. Нет, мысль понятна, что без текста актер ему нечего играть просто. Или там Высоцкий, Казаков, это были деятели культуры, не просто актеры, это были явления в культурной среде. Но почему человек, говорящая голова? Да, значит, я написал роман, по моему роману кто-то написал сценарий. А может даже и я. По моему сценарию режиссер поработал с огромным творческим коллективом. Плюс оператов, монтаж. И в этом творческом коллективе какая-то одна говорящая голова, которая просто произносит реплики, написанные одним, переписанные другим, переосмысленные третьим. Снятые четвертым. И снятые четвертым, да. И почему этот вдруг человек становится лидером мнения? Да, такой перекос. У нас телевизионщики перестали приглашать писателей на большие эфиры в качестве экспертов. Ну, то есть, вот эта история, да, что если классиков вроде Гоголя, Пушкина мы в профиль узнаем сразу же, да, а современных писателей, наверное, в лицо и никто не узнает. Возможно, она здесь и срабатывает. Ну, вот есть такой замечательный писатель Сегин, да, я всем говорю, Сегинся. Мне даже, а это кто? Я говорю, фильм поп смотрел, да. Вот он сценарий написал. А-а-а, вот так вот. То есть, писатели узнают вот так вот через пятые и десятые руки. Это же отвратительно. У нас просто вот на Алтае эта тема как никогда... У нас попса выступает по телевизору, мы знаем композитора и продюсера. Мы никогда не знаем автора стихотворения. Раньше всегда песня такого-то, на стихи такого-то. Ну, вот у нас Роберт Рождественский в Косихе родился в Алтайском крае, да. Мы прекрасно знаем, поэт-песенник. Но, опять же, у нас есть на Алтае, наверное, в этом смысле как-то нам повезло региону нашему, у нас есть и Шукшин, который, с одной стороны, и писатель, но, с другой стороны, и режиссер, и актер. Ну, в первую очередь, все-таки писатель. Да, в первую очередь, писатель. Ну, вот у нас Шукшинские дни на Алтае, они все-таки больше направлены вот на актеров. Вот о чем ты говоришь как раз, да. И, конечно, в этом отношении довольно странно иногда чувствовать себя писателя, который является тем, кто причастен к написанию... С братом Василия Макаровича. Да, кто причастен к базовой вещи, благодаря чему существует актер, чувствовать себя где-то сбоку. Кино это был способ донести свою историю. Да, то есть слово у него, которое лежало в основе, собственно, любых его работ, кино, это являлось лишь способом репрезентации, условно говоря, того, что Шукшин когда-то художественно в слове осмыслил. Да, да, да. Ну, к сожалению, да, у нас времена, видимо, медиа сегодня, и медиа, это вещь визуальная, имеет все-таки какой-то помощь. Ну, вот молодец тот же Захар Прилепин, раз в неделю по телеку он что-то такое правильное, хорошее, умное говорит. Он замечательный публицист, прекрасный, вообще лучший, наверное, в нынешнее десятилетие. Захар Прилепин лучший в публицистике, а публицистика это один из разделов литературы, все-таки. И тут, как бы, Захар... Кстати, тоже не москвич. А вот это не показатель. Ну, вот, все-таки, завершая такой, да, вот мы довольно такой обзор хороший сделали, можно, с чего мы начали, да, провинция не в географии, она в головах. То есть, те проекты, которые, вот даже ты приехал к нам, Мцири фестиваль, да, эти все проекты, как раз, они происходят из того, наверное, в каком-то смысле, да, что ты едешь не в провинцию, а ты просто работаешь с культурным полем России в целом. Да, и с первоисточником. Ну, нельзя, нельзя, сидя в Москве, вообще ничего толкового написать. Вот честно. Писатель, который сидит в столице, в Москве или в Питере, у нас же, как есть ленинградцы, есть пятерасты. Ленинградцы, это кто в Ленинграде родился, да, знает, где Пискаревское кладбище, знает, кто такая, Таня Савичева, это ленинградцы. А те, кто, значит, кишка тонка была покорить Москву, ну, хоть какую-то столицу покорить, они уехали в Питер. Вот это вот пятерасты. Но они почему-то, именно они, сосновским видом говорят, что они культурная столица России. Хотя никто из них... То есть громче всех коричнев. Никто из них в Ленинграде не родился, да. Вот. Вот в этих крупных городах нельзя создавать ни литературу, никакой художественный продукт, вообще невозможно. Они поглощают, они пожирают. Я коренной москвич, я люблю свой город, я в него влюблен, я патриот своего города и так далее. Я могу такие экскурсии по городу проводить, про каждый дом в пределах Садового кольца рассказать интересную историю. Но при этом, если я больше месяца нахожусь в Москве, мне становится душно. Мне нужна вот большая Россия, мне нужны... Потому что здесь у вас, особенно в Сибири, особенно вот я в Кемерово это заметил, когда председатель Союза писателей или профессор университета может зайти в одну рюмочную с шахтером, да еще и с ним разговаривать о чем-то интересном. И оказывается, что они давно знакомы, и для них нет вот этой вот такой разницы классового расслоения. Чем дальше от Москвы, тем нивелируется вот это вот расслоение интеллектуальной якобы элиты и, скажем так... Которая так-то в основе имеет какую-то капиталистическую подлость. Да, да, да. И настоящего народа производителя, да. Именно вот производительная элита интеллектуальная, она не в Москве. Она как раз в регионах. Ну что, я тогда тебя приветствую на нашей земле и будем надеяться, что Россия действительно прирастает в Сибирь. До сих пор так и есть. Спасибо тебе.